Ответ на новые вызовы, что происходило с российской экономикой в 2018 году. 29 декабря 2018 года, 15 часов 05 минут Елена Зиброва, Владимир Цыгоев, Михаил Калма-Цыки В уходящем году российская экономика столкнулась с новыми вызовами, прежде всего, с беспрецедентно жестким санкционным давлением на крупный бизнес. Но внешний прессинг не стал помехой для развития, ВВП демонстрирует рост, хотя пока и ниже желаемого уровня. Однако именно в 2018 году впервые за 7 лет дохода бюджета превысили расходы, а власти взяли активный практический курс на дедоларизацию и сбрасывание американского госдолга. О самых важных и громких событиях экономической политики России, в материале. Арт. Верим, что все будет нормально. Завершающим событием 2018 года в экономической политике России стала традиционная встреча президента России Владимира Путина с топ-менеджерами крупнейших банков. На этой неделе за новостями из Кремля внимательно следили не только эксперты, экономисты и представители СМИ, но и многочисленные наблюдатели. Глава государства решил поговорить с бизнесменами буквально сразу после громкой международной дискуссии о судьбе российской делегации в Давосе, капитуляции Олега Дерипаски ради снятия санкций с Русала и Энн. И сообщение о вероятности новой волны антироссийских ограничений в 2019 году. Напомним, что 19 декабря департамент Минфина США по контролю за иностранными активами ОФАК сообщил, что в течение 30 дней снимет санкции с компаний Олега Дерипаски, Русала, Энн и Евросибэнерго. Бизнесмену пришлось пойти на серьезные уступки. Согласно документу ОФАК, доля предпринимателя в Энн снизится примерно с 70% до 44,95% без возможности увеличения в будущем. Сам Дерипаска сможет голосовать не более чем за 35% бумаг Энн. Соглашение также вносит кардинальные изменения в Совет директоров компаний, половину из которых теперь должны составить граждане США или Великобритании. При этом персональные санкции в отношении Олега Дерипаски остались в силе. Российский топ-менеджер попал в санкционный список Министерства финансов США в начале апреля. Ограничения Минфина означали заморозку активов Дерипаски в Соединенных Штатах и запрет американским компаниям сотрудничать с предприятиями бизнесмена. Введение санкций спровоцировало мощный обвал акций Русала и Энн. Кроме того, Британское управление по финансовому регулированию и надзору, ФК, приостановило торги ценными бумагами Энн на лондонской бирже для американских инвесторов. В ноябре газета Сообщило, что Олегу Дерипаске, владельцу Ренову Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказано в участии во Всемирном экономическом форуме ВЭФ в швейцарском Давосе, который пройдет 22-25 января 2019 года. Причиной такого решения источники издания назвали обеспокоенность международных организаций по поводу действующих против бизнесменов санкций. В ответ на это премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российская делегация может и вовсе отказаться от поездки на ВЭФ. Тем не менее, уже 16 декабря организаторы форума официально подтвердили участие в нем представителей РФ. Незадолго до начала встречи Путина с топ-менеджерами известные бизнесмены в кулуарах Кремляс рассказали. Арте о своих намерениях поехать в Давос вопреки прессингу западных партнеров. Прогнозы на 2019 год не особенно хорошие, но мы верим, что все будет нормально. В Давос еду обязательно. Я думаю, что Россия должна участвовать во всех форумах. Это вопрос коммуникации, общения, нужно показать себя лицом к лицу. Ведь через СМИ или какие-то заявления очень тяжело себя показывать. Донести свое мнение – это самое главное. Я против изоляции и недопонимания, сообщил Арте. Известный бизнесмен и меценат Давид Якобашвили, основатель компании «Вембельдан» и президент ООО «Орион Наследие». Такого же мнения придерживается и владелец группы «Софмар» Михаил Гуцерьев. Настроение объективно хорошее, потому что год прошел, мы развивались, мы строились, мы добывали все больше и больше, поэтому надеюсь, что следующий год будет еще более позитивным, чем этот. Санкции всегда были, и в советское время были, их не было только короткое время. Что касается поездки в Давос, то я пока не знаю, но думаю, что да. Я считаю, что какие бы козни нам не строили, надо идти и договариваться. Сложно, не сложно, это для слабых людей. Все сложно в нашей жизни. Надо идти, надо переступать, надо общаться, надо договариваться и искать точки соприкосновения, рассказал Гуцерьев в беседе с. Арт. Добровольное отчисление Владимир Путин рассказал деловым кругам о нежелании России впадать в изоляционизм и напомнил о работе по договоренностям государства с бизнесом в первом квартале 2019 года. Также по теме. 20-30 бизнесменов не могут заменить финансовый институт, главар СПП Пшохин рассказал об участии компаний в госпроектах на полях ВФ-2018 Арти. Взял эксклюзивное интервью у главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. В начале августа помощник президента Андрей Белоусов предложил проработать вопрос об изъятии сверхдоходов у 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний в размере более 500 миллиардов рублей, чтобы направить их на реализацию майского указа президента. В так называемый список Белоусова вошли НЛМК, Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат, Мечелл Металлоинвест, Эврас, Нарникель, Алроса, Полюс, Сибур, Уралкалий, Фасагра и другие. Аргументом для увеличения нагрузки на отрасли стала ставка налогообложения, которая в несырьевых секторах ниже, чем в топливно-энергетическом комплексе, но при этом рентабельность выше. Однако в бизнес-сообществе предложения чиновников расценили как негативный сигнал для всех участников экономической деятельности. После обсуждения вопроса на встрече Андрея Белоусова с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, РСПП «Бизнес» согласился добровольно участвовать в важных для страны проектах. Как заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, правительство РСПП отобрали 174 проекта на 10 триллионов рублей, при этом предприниматели пока готовы вложить 3 триллиона. Данный механизм должен учитывать всю цепочку образования добавленной стоимости и быть гибким в зависимости от цен на сырье. Кроме того, решение подобного рода нельзя вводить в одночасье, не предоставив 2-3 года на адаптацию как компаниям, так и инвесторам, отметил в разговоре с Арти. Аналитик и Кафридом Финанс Валерий Безуглов. В стороне от доллара уходящий год запомнился оживлением дискуссии о дедоларизации экономики. Российские власти включили эту тему в активную финансовую повестку. В начале октября Антон Силуанов сообщил, что уже подготовлен документ с предложениями по налоговым льготам для компаний, проводящих операции в российской валюте. Министр финансов также сообщил, что дедоларизация никак не затронет валютные счеты россиян. Глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что Россия ведет активную работу по переходу на расчеты в нацевалюте со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Директор по экономической политике НУВШ Юрий Симачев в беседе с Арти, вспоминает, что политика по диверсификации активов началась задолго до санкций США. Обсуждение этой темы стартовало еще в начале 2000-х годов, когда стало ясно, что нерационально осуществлять подавляющую часть расчетов в валюте одной страны. Тогда же началась постепенная диверсификация резервов ЦИИнтробанка, где долларизация нужна, потому что слишком сильная зависимость от доллара негативно сказывается на экономике страны. В частности, снижается возможность ЦИИнтробанка влиять на экономику за счет процентных ставок. Большое количество долларов на руках у населения приводит к повышенным колебаниям валютного курса. Также экономика страны становится зависимой от внешних санкций. Поэтому по возможности нужно уходить от доллара и переходить на расчеты в национальной валюте, с Европой, в евро, с Китаем, в юанях, пояснил Арти аналитик ГК Финам Алексей Коренев. Любопытно, что на практике частный бизнес уже получает профиты от политики дедоларизации. К примеру, в разговоре с Арти, управляющий партнер клуба «Бизнес-авиация» Андрей Калинин рассказал, что в последнее время банки стали активно предлагать более выгодные условия по финансовому лизингу самолетов в евро. Также общей тенденцией является все больший отказ клиентов от долларов для ежедневных операций из-за очень сложной и долгой процедуры. Комплайнс. Соответствие установленным требованиям. Арти, в банках. С американскими банками-корреспондентами у клиентов постоянно возникают сложности, и это становится для них очевидным риском. Кроме того, некоторые российские клиенты переходят в евро, опасаясь американских санкций, заключил Калинин. Устойчивость к внешним шокам в целом среди основных макроэкономических и финансовых достижений уходящего года эксперты выделяют рост фондового рынка, профицит федерального бюджета и стабильность некоторых других важных показателей. Российская экономика в 2018 году ускорила рост по сравнению с прошлогодним значением. Как сообщил Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря с января по октябрь ВВП страны вырос на 1,7%, по итогам года ожидается рост на 1,8%. Также по теме. Важно заложить основу. Член наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин об условиях ускорения экономики России 28 ноября в Москве стартовал 10-й ежегодный инвестиционный форум ВТБ «Капитал Россия зовет». На полях встречи Артий, поговорил с, в 2018 году, впервые за 7 лет, доходы федерального бюджета страны превысят расходы. Власти зафиксировали профицит уже по итогам первого квартала на уровне 1,8% ВВП, за первое полугодие этот показатель составил 2% ВВП, за три квартала 3,5% ВВП. Согласно последней оценке Минфина, с января по ноябрь доходы превысили расходы на 3,394 трлн рублей, или 3,7% ВВП. В этом году Россия сбросила значительный объем американского госдолга. По данным Министерства финансов США, в октябре 2018 года официальная Москва владела ценными бумагами казначейства Соединенных Штатов на 14,6 млрд долларов для сравнения, годом ранее эта сумма составляла 102,2 млрд долларов. Отметилась в 2018 году и московская биржа с рекордным ростом фондового индекса более чем на 10%. Стартовав в январе с отметки 2111 пунктов, в декабре показатель находится в коридоре 2300-2450, а в октябре индекс установил исторический рекорд – 2501 пункт. Впрочем, в 2018 году не обошлось и без консервативных действий монетарной власти. 14 сентября Центробанк впервые с декабря 2014 года повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых, а через три месяца – до 7,75% годовых. Совет директоров ЦБ в своем официальном сообщении объяснил такое решение попыткой сдержать ускорение инфляции, которое ожидается в 2019 году из-за повышения НДС, а также акцизов на топливо, автомобили и табак. Кроме того, в разговоре с RT профессор Рэш Валерий Черноокий назвал важным изменение пенсионного законодательства, которое пока не оказало прямого влияния на российскую экономику, но вызвало широкий общественный резонанс. Достижения экономики России отметили и зарубежные аналитики. В ноябрьском рейтинге стран с развивающимися рынками от агентства. Плимбрид. РФ поднялась с седьмого на второе место и обогнала Китай. Юрий Симачев считает оценку. Плимбрид. Индикатором достаточной устойчивости макроэкономической политики, поскольку исследования учитывают прогноз роста ВВП, суверенный кредитный рейтинг, валютные резервы, счет текущих операций и состояние обменного курса. Важную роль играет кредитный рейтинг России. В начале 2018 года агентство Standard & Poor's повысило его до инвестиционного уровня. Таким образом, макроэкономическая система России оказалась устойчивой к внешним шокам, отдельным негативным событиям, в том числе связанным с санкционными ожиданиями, заключил Юрий Симачев.